миллионов рублей на ремонт ненужные люди. Именно столько средства выделено на капитальное обновление жилого дома на Ленина 52Б. В списке работ 8 различных позиций, за исключением одной – ремонта выгребных ям. А начинать надо было бы именно с них, говорят жильцы. В противном случае выделенные деньги просто-напросто уплывут под дом вместе с нечистотами. Олег Южаков живет в изомдоме с 1975 года, практически сразу с момента завершения строительства. За эти годы дом претерпевал различные ремонты, за исключением одного – ремонта выгребных ям. Спустя десятилетия яма потеряла свой первозданный вид и не способна удерживать нечистоты. Вы сами понимаете, там песок, всё это потом этими машинами, оно не выкачивается. То есть фактически номинальная вот эта ёмкость этих ям, она как минимум уменьшилась в половину. То есть вот это то, что делают, наполовину можно сказать, что это филькированная грамота. Чтобы включить ремонт ям в список капитального ремонта, жильцы обратились в пять инстанций. Отреагировала только наша съёмочная группа. Запах в квартирах. Жить можно сказать, что невозможно. Первым делом, мне кажется, ремонт начинается с низов, чтобы ничто не портилось. Влага вот это все. Надо убирать. Люди говорят, что дом в настоящий момент вполне бы мог обойтись без ремонта и утепления чердачных и цокольных перекрытий, ремонта крыши и фундамента и других видов работ, запланированных во время проведения капитального ремонта дома. Из 19 с лишним миллионов рублей, убеждены жильцы, вполне можно было бы выделить средства на те виды работ, которые необходимы людям для комфортного проживания. Решение проблемы довольно-таки простое. Либо сделать септик, либо подключиться к системе канализации центральной, которая у нас в соседнем доме есть. Здесь дом идет под снос этот. Также там есть водоснабжение. То есть протянуть здесь, в принципе, несложно или поставить септик. Это идеальное решение. Потому что яма – это уже вчерашний прошлый век, скажем так. Но в план работы это не входит? В план работы не включено. И как нам объяснили, что денег на это нету и в ближайшее время не предвидится. То есть мы должны сами как-то все это проблему решать. И эта проблема – это серьезная проблема. На стороне жильцов стоит и управляющая компания. На балансе службы заказчиков 80 таких же домов. В некоторых из них проведен капитальный ремонт, но также без ремонта выгребных ям. Дом-то, по идее, концептив у него хороший. Это самый бетонный свай, все стоят так. Этот дом еще хороший. А есть дома такие же деревянные, которые на деревянных сваях. Буквально вот была передача по южной 41-а. Буквально это. И эти сваи 7 лет назад вроде как поменяли. А за 7 лет они уже опять пришли неугодности. По идее, у нас тоже средств не хватит. Если бы они не тронули, еще лет 5-6 они простояли. Сейчас вот это вот, вскрыли их, это считайте конец. Надо их переделывать полностью. Между тем, жильцы дома будут продолжать пользоваться благами цивилизации. А это значит, что сточные воды побегут под дом. А вместе с ними и 19 миллионов рублей, которые выделены из фонда капитального ремонта.